Девочки, всем привет! Сегодня с вами говорим про здоровье после 30-40-50 лет. Это видео я давно хотела снять и считаю его очень-очень важным. Если вам эта тема близка, то дайте, пожалуйста, в чате знак. После 30 лет, в зависимости от того, где мы живем, чем мы занимаемся, у нас у всех есть какие-то вопросики. И начинаем искать многие какого-то врача, святую воду и так далее. Но есть вещи, которые действительно работают, если их делать систематически. И скажу так, приливы, повышенная потливость, перепады настроения, тревожность, депрессия. Это имеет место быть у женщин после 30, у которых либо снижается эстроген, либо не очень хорошие условия жизни или труда. У всех разные работы и у всех разные возможности. У всех разные продуктовые корзины и у всех разные возможности доставлять себе питательные вещества. Поэтому поговорим о базе. Считаю, это очень важно. Первое важна профилактика. Менопауза, постменопауза, пременопауза или переменопауза. Все это важно профилактировать. Каждая из стадий ограничена по времени и для каждой характерны свои особенности. Я не буду говорить про прогестерон, эстроген, ЛГ, ФСГ, тестостерон. В репродуктивном возрасте основным женским гормоном является эстрадиол, который синтезируется яичниками. После наступления менопаузы яичники уходят на покой и власть переходит к астрону, который вырабатывается из жировых клеток и надпочечников и частично берет на себя функции эстрадиола. Если у кого-то есть уже приливы, повышенная потливость, перепады настроения, тревожность, депрессия, это уже история, когда началось. У кого-то объем живота, увеличение веса, бессонница, изменение качества сна, у кого-то проблемы с кожей, с волосами, у кого-то повышение риска хронических заболеваний, остеопороза, сердечно-сосудистых. Главное, вы меня спрашиваете, что делать? Я всегда говорю о профилактике. О бытовых мерах питания расскажу вам и много вопросов о ЗГТ. О них отвечу позже. Риски повышенного эстрогена – это и онкология молочной железы, и заболевания сердца, и инсульты, и деменция. Это когда повышены эстрогены. И, конечно, если вы уже с чем-то столкнулись из-за этого всего, что я назвала, я дам вам некоторые рекомендации, не советы. Первое. Очень важно найти единомышленников и поддержка – великая сила. Слава Богу, зрители моего канала действительно поддерживают друг друга, и вы ищете поддержку. Тренируйтесь. Женщинам хардкор не нужен, только по их выбору. Подготовленное тело, которым вы хорошо управляете, будет меньше страдать в период прекращения фертильности. И любые упражнения творят чудеса. Я настоятельно советую заранее осваивать практики вроде йоги, растяжек, пилатеса, заниматься плаванием, танцами, прогулками. Словом, всеми теми нагрузками, которые вам нравятся. Питаться так, чтобы сохранять здоровый гормональный баланс. Смотрите качество и количество питания. Это наша личная с вами ответственность. Домашняя пища, как минимум, кто не считал никогда калории, до начала рекомендую. С 35 лет обязательно начать заглядывать. И да, меньше калорий и контроль – это реальность. У вас никак не получится есть столько же, сколько вы позволяли себе до 30 лет. Потому что это разные, грубо говоря, все идет немножко по-другому. Основа, конечно, важна. Это полезные жиры, умеренно, конечно. Стероидные гормоны, как я уже говорила, это щит нашего организма. И когда падает их уровень, под угрозой оказывается сердечно-сосудистая система и опорно-двигательный аппарат. Лучшие жирные продукты для женщин переходного возраста – это жирная рыба, сливочное масло, авокадо, растительные масла, орехи, семечки, яйца, домашнее мясо. Это хорошо. Омега-3 снижает окислительный стресс и поддерживает витамин D, защищает от развития рака молочной железы в период прекращения фертильности. Христоцветные эти овощи содержат особые соединения, которые выводят из организма загрязнители, опасные метаболиты эстрогена. Зеленый чай – это и так понятно. Белковые продукты, белок и жир в контексте переходного периода – это супер тоже важная история. И знаете, почему в менопаузу набирается вес? У многих начинается высококалорийное недоедание. Еды гора, но она вся идет только в жир, а не на пользу. Потому что там есть мучное, сладкое, жирное, промышленное, алкоголь, пивные животы. Вот это боль. Это я вам сказала. Витаминно-минеральную ситуацию сами мониторьте. Конечно, это важно. Обследование щитовидки никто не отменял. И еще один момент – это я сказала про медитацию, про йогу. Это супер важные вещи. Вы не всегда сможете знать, что там, какого пептида вам не хватило, как там залечить вам слизистую в этот момент, что там произошло. Если вы можете себя успокоить, то вы уже победили.